всем приветулечки я наконец-то добралась до очередного расхламления на кухне у меня здесь лежит целая гора пакетов которые я хочу разобрать я хочу их разбирать наверное по паре штук потому что посмотрела часовые видео с расхламлением тяжело перевариваются а вот 10 20 минутки заходят лучше поэтому сейчас вот буду расхламлять кстати если у вас есть мысли на этот счет что вам больше заходит 10 минутки 20 минутки или часовые видео маякните в комментариях чтоб я понимала вообще как какой формат интереснее какой больше вам заходит и тогда буду в следующий раз снимать уже прицельно то что больше нравится здесь что есть здесь штаны женские какие-то странные тоже из 90-х мне кажется черт знает какой давности из полиэстера теплые типа на холоду вряд ли это кто-то будет носить хотя не в хорошем состоянии я наверное они на мой рост кстати я делала я их наверное пока положу если я найду что-нибудь получше я от этих избавлюсь если нет то в принципе зимой можно в них утеплиться если ничего не будет своего этим пока оставлю так дальше тут есть кусочек видимо который я уже разгребал потому что вот эти джинсы вельветовые мне знакомы почему я их оставила видимо еще не понимала масштаба бедствия того что здесь вообще происходит 40 размер чуть укороченные с со средней талии вельветовые джинсы с неудобный угол в принципе неплохие можно оставить едем дальше так как странная футболка боже мой футболка женская с жуткими розочками но молодым девчонкам в этом ходить не стоит да и взрослым девчонкам ходить в этом тоже не стоит поэтому от этого избавляемся мне в прошлый раз написали комментарий что смотреть на то как я расслабляю нижнее белье плохо но я считаю плохо и стыдно расслаблять постельку не постельная нижнее белье тем у кого самого такое ужасное нижнее белье а те кто следит за ним или готов понять что надо за ним следить тому не стыдно так у меня тут попался брустгальтер он жутко же пожелтевший но знаете что я тут осознала здесь все вещи они чисты и пожелтелость ну как бы либо это уже не отстирывается либо это пожелтело от времени ну конечно такой лифчик пожелтевший тут еще кстати а не оторвана туда стегнута лямка в общем в любом случае он пожелтевший страшный выкидываем и здесь еще один тоже ужасный тоже очень сексуальный с блестками но тоже пожелтевший и уже вытянувшийся бюстгальтер поэтому мы его выкидываем но то что пожелтевший тут еще вон блестки видите они через один уже отвалились едем дальше так это какой-то у нас ты не пойму где наружу данные так это какое-то платье у меня мультиварка приготовила кашку платье а вот так она должна носиться потому что здесь карнашек платье вроде были мило и но мы уже надеюсь видно на камере но вроде видно в общем поле няла ткань и конечно это уже никакие ворота не лезет от этого нужно избавляться так продолжаем разговор что-то бренда какого-то неизвестного не диди пройти дифферент так еще какое-то трикотажное платье вроде как изумрудного цвета с вышивкой стеклярусом по горловине и рукавам но здесь конечно уже тоже начала облезать и снизу вот такой вот кружево но это к сожалению в таком платье уже тоже никуда сейчас я попробую вам показать сделаю чуть-чуть наклон я еще впереди перед камерой поставила мешок с одеждой надеюсь в общем она трикотажные но выглядит как тряпочка и конечно в нем уже никуда но самое ужасное то что у него уже облезает стеклярус подмышками облез поэтому конечно от этого избавляемся чинить этим уже никто не любит заниматься боли мандира вискос сделано хэмби мэйд на бани интересно я была на бане тысячу лет тому назад там хорошо нормальное платье оно дискозное и оно очень приятное на ощупь и видите оно такое типа как жадко такие вещи очень хороши чтобы брать с собой в отпуск поскольку они не мнутся ну то есть ты их вот надел и на них не видно ну их не нужно влазить это конечно большой плюс чтобы не брать с собой в отпуск учуди чтобы этим всем не заморачиваться поэтому да жадкие вещи это хорошо так у нас следующий лот еще одни джинсы еще одни странные джинсы не буду застегивать до конца с каким-то бешеным дизайном подозреваю что тоже начало 2000 можно здесь это нужно застегнуть чтобы понять весь смысл дизайна то во первых здесь дополнительная талия они асимметричны видите на бок идет ряд пуговиц здесь идет какой-то дизайн с блестками блестками причем блестки идут по всему периметру и вот здесь они уже начали отваливаться пуговицы тоже блестящие этот цыганщина уровень бог и плюс вот такой странный выделенный орнамент я не знаю как это правильно назвать это конечно уже так прошлый век и в таком сейчас ходить не стоит если не хочешь издалека выглядеть нафталиновой еще у нас джинсовка джинсовка тоже где из тех времен когда когда были можно и всякие разные вот такие принты приятно когда вещь мне по размеру и можно его померить показать на себе да это застегивается очень странная вещь сейчас конечно в таких не ходят но в целом она более-менее базово и я ее даже оставлю потому что принципе за исключением вот этих цветочков она в общем-то вне времени и если я башни любят декор цветочками если все остальное стилизовать под нее классно например надеть к ней какого-то цвета там вот голубого вот такого розового или зеленого цвета брюки такие брюки плацу широкие то это будет выглядеть прикольно поэтому я его оставлю может быть я надеюсь она найдет новую жизнь бренд джек-пот бай карли грюк чтобы это не значило а кстати я тут находила брюки вот такие велюровые просто как домашние и и оставила потому что не в хорошем состоянии и вот к этим брюкам домашние еще кофту лечика кофту кофточка в общем-то и нормально что там сзади сейчас посмотрим сзади тут расшита цветами принципе очень такие абстрактные то ли то ли анютины глазки то ли какие-то а-ля клеверы в общем любом случае она хорошая ходить в ней дома там или ехать в поездку вполне себе можно и к тому же к ней есть еще ответная часть штаники сложу рисунком внутрь и кстати советую вещи хранить как у которых вышивка рисунков внутрь чтобы они не терлись оба другие вещи и чтобы дольше сохранился рисунок и не облетел так еще одни джинсы тоже с блестками о на распродаже ли тот аспрессис полтора евро стоили с блестками но блестки даже и спереди сзади видите они уже прям уже облетели страшно ну и плюс я в каком-то видео показывала что вот этот вот дизайн полоска джинсовая ткань окрашена так вот в полоску структуру идет такой полоской это уже нереальный прошлый век поэтому от этих джинс избавляемся проверим кармашки есть у меня подозрение что кто-то кто закупал все эти вещи судя по наклейкам в полтора евро это было либо секонд либо какой-нибудь киломакс здесь есть хюманина хумана как-то так называется магазин тоже секонда и там вот вещи как раз вот за такие копеечные цены поэтому все что хорошие оставляю все что нет и избавляемся не сожалеем так шапка красная шапка и там любит такие шапки приятная на ощупь сделано наверное тоже из какого-то не знаю мне кажется это смесь акрила с каким-то вот кроликом как китайцы любят сейчас писать так едем дальше еще одна джинсовая курточка чушай эль но она уже конечно вообще никуда не годится она просто она микро микро опять здесь эти потерписти жуткие и она даже не курточка а скорее болерошечка причем именно вмешительно ласкательным потому что она прям совсем путь и она очень узкая очень узкая очень короткая но все слишком поэтому эта вещь у нас отправляется зрительный зал как я тут еще параллельно подтягиваю штаны потому что у меня есть очень классные штаны бренда регата он здесь в латвии тоже очень сильно распространен но я купила в россии в магазине фамилия и у него такой материал называется он soft shell то есть он снаружи не промокаемый не продуваемый а внутри у него такая махнушечка как на плесовой одежде я их купила себе чтобы кататься зимой на кайках на беговых лыжах и они у меня были хороши но слава богу и это очень приятно осознавать что мои труды по телостроительстве не прошли даром в общем они мне сейчас велики можно снимать рекламу но поскольку он я сейчас жду распродажу на черной пятнице я уже нашла точно такие же меньше моего размера здесь в латвии здесь магазин в риге как раз регаты монобрендовые и есть в аутлете который между ригой и юрмалой в аутлете тоже есть бренд регата аудорс и там есть эти штаны причем и женские и мужские на мне сейчас мужские потому что они мне понравились больше поскольку у них там талия чуть выше и за счет этого зимой них прям круто потому что ничего нигде не поддувает и вот я жду когда будут черная пятница она уже через неделю стартует и надеюсь получить супер скидку на эти штаны купи себе новые от этих избавиться поэтому не судите строго что штаны то на мне не по размеру так дизайн бай ау я не знаю что это сорок второго размера джинсы кто за тоже жутким дизайном поверх сразу избавляемся от всех джинс у которых вот такое сильное выбеливание это турки очень любили делать они последние мне кажется отказались а может быть до сих пор даже не отказались от такого дизайна но выглядит это конечно очень очень плохо так карманах ничего нет и от джинс избавляемся плюс джинсы которые стрейч тоже не самый лучший вариант поскольку они обтягивают но ничего не подсобирают если джинсы классические брать то у них есть как бы эффект коррекции фигуры то есть они тебе так раз раз подсобирают и ты со всех сторон такая ровненькая красивая а джинсы которые тянутся у них нет такой опции и они конечно плохо делают фигуре они все все обтягивают и все очень сильно показывают едем дальше еще одна джинсовка бренда гэп но я ее даже не буду мерить потому что смотрите какая она затаскиваем и это конечно ужас да она прям очень уставшая поэтому от нее тоже избавляемся с вами следующий пакет хотя мне кажется уже пора заканчивать и видео которое планировала на 10 15 лет больше я надеюсь у меня простите сейчас вам понравится это это что-то это что-то очень сложный дизайн очень это какая-то дикая киса я правда не знаю как это вывернуть так все разобралась так это какое-то очень сексуальное платье mc y europe тоже огромном принте леопарда с жутким вообще вот непонятно на кой хрен здесь вот этот вот дизайн из блесток который кстати еще не начал отваливать а нет начал отваливаться вот вижу вот который начал отваливаться плюс здесь вот этот вырез кстати вот этот вырез как бы запахом и включая все платья запахом они подходят абсолютно любой женской фигуре но все равно мы этот принт конечно не оставляем потому что платье сексуальное по дизайну и плюс агрессивная по принту наводит нас на мысль что кому-то пора сниматься в фильме красотка вот если стиль жизни барышни другой лучше лучше нет лучше либо агрессивный принт либо сексуальный дизайн и что-то монохромное так дальше у нас платье цветочек ну я пытаюсь найти применение этому платью но не могу потому что ну это какой-то инфантилизм хотя рисунок смотрите рисунок он как будто бы акварелью нарисован но что-то в этом роде видите он такой не супер четкий в принципе неплохо я помню был тренд на такие платья прям вот такого дизайна такой девочкой колокольчик я сейчас попробую на себя надеть вдруг влезу покажу вам у меня даже у меня тоже было несколько платьев у меня было голубое в таком дизайне и и было белое с какими-то красно-розовыми цветами ой ну нет конечно это вообще никуда не годится какого дизайна платья могло бы быть если его чуть спрямить и сделать длиннее то есть если бы оно было до середины икры оно бы более-менее выглядело бы даже современный образ хорошей девочки но вот в таком виде это чистый инфантилизм ну то есть как бы тут и дизайн инфантильный и принт инфантильный и тоже непонятно как вообще в этом ходить поэтому к сожалению девчата от этого избавляемся хотя рисунок на ткани и в принципе пошив неплох здесь подкладка есть оно вообще не затасканное то есть неплохое платье но конечно да оно будет играть не самую лучшую роль для девушки на чей размер оно подойдет а оно примерно наверное 50 размера судя по тому что оно налезло на меня даже на штаны так едем дальше Франсуа Фавель Париж 38 размер какая-то по типу джинсовки что ли сшита да сшита как джинсовка ой нет смотрите еще так встал этот самый воротник что я чувствую себя графом графом так ну опустим то что она мне узковата но здесь опять идет во первых на достаточно активном принте идет зачем-то вот эти карманы которые у которых принт вообще не состыкуется с основным принтом вещи плюс у нее очень облипышный дизайн смотрите она прям воптигон воптигон это тоже отсылка начало двухтысячных и конечно нет такое носить не нужно потому что видно что вещь во-первых устаревшая и даже винтаж никак не запишешь потому что если бы это был какой-то классный бренд супер пошив еще можно было бы как-то попытаться ее стилизовать но нет вот смотрите тут миллион миллион просто вытачек спереди сзади да это все портит очень дизайн и рисунок поэтому избавляемся так дальше едем какая-то красная какой-то красный long sleeve у нас здесь камера кстати на самом деле передает вот каждый раз я красные цвета меряю они холодные а она их передает теплыми бьянка 40 размер какие-то тут горы горы но облетела уже вот тут вот начала облетать украшением эти блестки поэтому избавляемся это плохо выглядит так шарфик шарфик белый хороший шарфик оставляем вообще не вопрос сейчас я только посмотрю в хорошем ли он состоянии нет состоянии у него плохое поэтому избавляемся он в зацепках видно попробую показать поближе вон зацепки он весь такой поэтому нет к сожалению еще какие-то джинсы это будет последнее последнее в этом видео потому что видео уже затягивается ли на стайл джинно бинотти что бы это ни значило смотрите это косящие под джинсы брюки или брюки косящие или джинсы косящие под брюки или брюки косящие под джинсы непонятно они стрейч про стрейч я уже говорила и в жуткие цветочек и плюс у них грязь на жопе ладно если бы не было грязи на жопе смотрите print в мелкую розочку тоже отсылает нас во-первых лет на 15-20 назад во вторых он такого пастельного цвета а пастельная если цветотип ваш внешности не светлый то пастель вам не подойдет она будет смотреться как будто вы вышли в пижаме из дома поэтому от этого конечно избавляемся ну что на этом видео я заканчиваю еще раз напоминаю что жду ваших комментов по поводу какой формат длинный или короткий лучше снимать вот и до встречи в следующем видео пока пока